На дачу с паспортом. Это, пожалуй, единственный нюанс, который поменял привычный набор садовода при поездке на дачу. В садовых товариществах в канун голосования по поправкам в Конституцию работает пункт «Мобильный избиратель», чтобы горожане, не покидая дач, могли получить открепительные удостоверения. На дачных участках, для того, чтобы избиратели могли проголосовать по месту нахождения, работает мобильная группа, отделомые документы, собирает заявления на желание проголосовать не по месту прописки. Также на дачные участки будут организованы мобильные группы для голосования 1 июля по поправкам Конституции Российской Федерации. В садовом товариществе немало горожан, проживающих на участках во время сезонных работ. Дачникам разъясняют, что если с 25 июня по 1 июля они не смогут проголосовать по месту регистрации, то, предварительно подав заявление, у них появится возможность проголосовать на любом удобном участке. Удобно, конечно, если проголосовать можно будет, прям не отходя от участка, скажем так, никуда не уезжать, не тратить полдня. А голосовать надо. Были развешены объявления по всему товариществу возле каждого входа. Многие были оповещены лично. В основном всего у нас 320 участков. Пункт «Мобильный избиратель» будет работать на территории садоводческого некоммерческого товарищества шахты имени 7 ноября до 20 июня каждую субботу. Кроме того, с 25 июня территориальной избирательной комиссией будут организованы обходы по домам для проведения досрочного голосования. Ольга Зимарина, Василий Обухов, Ленинск ТВ